Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэддис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из википедии и интернета. Психея. Психея – душа. У Гомера души умерших в подземном царстве выглядят, как живые люди, и только под влиянием нарфизма возобладало мнение, что души бесплодны и отличны от материального тела. На греческих гробницах душу часто изображали в виде птицы, а позже и в виде бабочки. Знаменитый платоновский образ души-колесницы, управляемый Эросом, устанавливает тесную связь между душой и любовью, однако характерную для народных сказок персонификацию души в виде девушки-психеи, к которой ночью приходит ее любовник Эрос Купидон. Мы впервые встречаем у Апулея в ладом осле. Психея запрещено посмотреть на Купидона, но однажды она не выдерживает, и ночью зажигает лампу и подносит к его лицу. Горячее масло капает из лампы на Купидона, и он, проснувшись, исчезает, и в следующую ночь уже не приходит. Психея ищет Купидона по всему свету, пока Зелс, пожалев любовников, не позволяет ему вновь встретиться. Часто эту легенду трактовали как аллегорию жизненного пути и воссоединения с божеством после смерти. Легенда о Психее привлекла к своему вниманию поэтов, художников и скульпторов. По богочисленным римским копиям была известна знаменитая скульптурная группа изобретений «Поцелуи». Эта легенда пользовалась особой популярностью в эпоху Ренессанса. Ложа Психея во дворце форнезов в Риме украшена декорациями с изображениями легендарных сюжетов работы Рафаэля. Нельзя не вспомнить скульптурные группы Кановы и Родена. Психею называли последним в олимпийской иерархии, но самым сладким видением. К теме Психея обращались Кальдерон, Ла Фонтен, Мольер, Батюшков, а Мандельстам посвятил Психею вот такие стихи. Когда Психея жизнь спускается к теням, Полупрозрачный лес во след за Персифоной, Слепая ласточка бросается к ногам С тегийской нежностью и веткой в зеленую. Ну вот так вкратце о Психее. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok